Сегодня исполняется ровно год движения «Захвати Олл-стрит». Оно снова возродилось в Америке и уже прокатилось за течение года по 83 странам мира. Не случайно оно возникло в Америке, в цитадели капитализма, ибо ввал финансо-экономических рынков произошел именно там. Он захватил 200 стран мира и только 12 в течение года показывали положительные темпы роста, остальные по-прежнему буксуют. Хочу отметить, что нарастание протеста против современного капитала усиливается. Усиливается на всех континентах, капитал не нашел выход из ситуации на пути финансовых вливаний, ищет сегодня выход на пути военных авантюр. Кризиса закончились двумя мировыми войнами, и больше всего в этих войнах пострадала наша держава, Российская империя, и затем Советский Союз. Но Советский Союз справился и с одним, и с вторым кризисом, и обеспечил самые высоченные темпы развития своей экономики. В эти дни исполняется 100 лет со дня русского перевода капитала. Это уникальная, талантливая книга, которая определила пути развития капитала, цикличность кризисов, и сегодня в Европе и в Америке она пользуется особым спросом, ее тиражи выросли в 10 раз. Я бы посоветовал в связи с 100-летним юбилеем президенту Путину и всей его команде внимательно изучить этот уникальный труд. Когда его изучал Рузвельт, то он заявил, мы эту умную книгу одним коммунистам не отдадим, и во всех университетах, которые изучали экономику и финансы, был введен специальный факультатив. Америка выходила из кризиса во времена Рузвельта за счет нового курса, суть которого сводился прежде всего к тому, чтобы усилить роль государства, социальную направленность, надеть намордник на своих взорвавшихся банкиров, обуздать преступность. Тем самым Америка спасла себя и вместе с советской страной помогла одолеть фашизм. Сегодня фашистская гидра поднимает свою голову на многих континентах. То, что мы видим сегодня в Северной Африке, на Ближнем Востоке, то, что мы видим сегодня в российской практике, где коррупция и преступность берут вверх, где администрация президента, по сути дела, потакает самым варварским способом управления той же самой Государственной Думой. Все последние законы и решения, которые здесь приняты, они не свидетельствуют о том, что наша страна выбирается из кризиса, они свидетельствуют о том, что финансовым кляпом и всякими запретами пытаются заставить думать так, как хотелось администрации президента. Я обращаюсь официально к господину Иванову Володину. С их приходом в администрацию президента усилились ракчеевские карательные меры, в том числе и непосредственно в Государственной Думе. Вместо того, чтобы искать выход из тяжелого кризиса на пути принятия очень важных финансово-экономических решений, принимаются всякие запретительные меры, караются депутаты, затыкается рот, а ВОЗ остается и ныне там. В ближайшую субботу здесь, на площади революции, состоится еще одна мощная акция протеста против роста коммунальных тарифов. Жилищно-коммунальное хозяйство, это признал и Медведев, и Путин, оказалось в крайне тяжелом положении, точнее, как они подтвердили, в аварийном. И тем не менее, по бюджету, который запланировал поддержку ЖКХ на следующий год, идут сокращения на 15 миллиардов. Мы считаем, что это совершенно недопустимо. Жилищно-коммунальное хозяйство должно быть поддержано, ибо аварийный фонд за годы правления Путина увеличился в 6 раз и продолжает разрастаться. Я считаю, что эта совершенно аварийная ситуация должна быть в любом случае устранена. Вместе с этим хочу вам прямо сказать, что мы подготовили все меры для поддержки отечественных строителей и всех форм жилищно-коммунального хозяйства, которые требуют дополнительных финансовых вливаний. Просьба поддержать нас всех на акции, которые пройдут против всех безобразий и жилищно-коммунального террора в эту субботу на площади Революции в 12 часов дня.